В Москве озабочены сохраняющейся тяжелой гуманитарной обстановкой в ряде населенных пунктов в Сирийской Арабской Республике вследствие продолжающегося в этой стране внутреннего вооруженного конфликта. Особую обеспокоенность вызывает ситуация в блокированных Мадае, Фуа и Кафрае. Со своей стороны продолжаем предпринимать активные действия, в том числе в ходе наших контактов с официальными сирийскими властями, в интересах облегчения положения гражданского населения. Побуждаем их к конструктивному взаимодействию с гуманитарными структурами ООН, которая позволила бы обеспечить гуманитарный доступ в указанные и иные населенные пункты, которые также оказались в сложной ситуации. Эти усилия привели к ощутимым результатам, что в частности было подтверждено сотрудниками гуманитарных агентств ООН в Сирии, наблюдавшими за доставкой гуманитарной помощи в Мадае. Сейчас требуется, чтобы все стороны предприняли максимальные усилия с целью содействия доставки гуманитарной помощи в первую очередь в осажденные и блокированные боевиками террористических группировок Джабхата Нусра, Ахрара Шрам и Джейш Аль Ислам населенные пункты. Признавая особую важность решения всего комплекса гуманитарных проблем, с которыми столкнулись мирные жители Сирии, подчеркиваем необходимость без всяких увязок и предварительных условий срочного запуска инклюзивного межсирийского переговорного процесса на базе Женевского коммуникеа 30 июня 2012 года, договоренностей, достигнутых в рамках Международной группы поддержки Сирии 30 октября и 14 ноября 2015 года, а также резолюции Совета безопасности ООН 2254 от 18 декабря 2015 года. Николай Виноградов, начальник отдела оперативной информации, Департамент информации и печати МИД России.